Всем привет! Сегодня 5 февраля, Московская область. Я продолжаю высевать цветы. Это однолетники, многолетники. И сегодня я сеять буду мшанку шиловидную. Два сорта лаванды. И как исключение, томат балконное чудо. Это так поиграться для интереса. Итак, посев я начну с моей любимой лаванды. Кто смотрит мои видео, знает, что у меня довольно-таки много кустов в цветнике. Я в прошлом году попыталась пересчитать, сколько же всего штук. И оказалось, больше 60 штук. Я их вырастила сама из семян. Четыре сорта у меня растет. Три сорта классического цвета, только оттенки разные лавандовые, голубые. И один сорт белого цвета. Ну и в этом году я решила пополнить свою коллекцию еще двумя сортами профессиональных семян иностранной селекции. Лаванду с колесной я высеваю с 5 по 15 февраля. И тогда в течение летнего сезона она наращивает не только хороший куст, но еще и массово у вас зацветет в этом же году. Ее, конечно, можно посеять и позже. Но тогда и куст будет поменьше. И единичное цветение. А может быть, даже и вообще не зацветет. Только на будущий год. Классический цвет будет в соцветии. Лавандово-голубого цвета. Я взяла небольшую емкость. Здесь обязательно есть дренажные отверстия. Насыпала почвосмесь. Это торф-арго-рабалт. Смешала с домашним биогомусом. Засыпала. Оставила расстояние до края, чтобы пленочкой закрыть. Растение подержать под пленкой. Обязательно я обработала накануне раствором аллерина. Сделала небольшое деление. Все. Почвосмесь готова к посеву лаванды. Итак, конечно же, я подписала. Так. У меня первый сорт. Это лаванда узколистная. Называется Синяя река. В каждой капсуле. Не в каждой, а конкретно в этой. 10 штук. Семена у лаванды и не крупные, знаете, и не мелкие. Они темного цвета. Чуть продолговатые. Семена лаванды высеваются поверхностно. Я сделала деление. Здесь буду высевать, где побольше места здесь 10 семян. А у другого сорта всего лишь 5. Поэтому места оставила совсем чуть-чуть. Просто беру и раскладываю по поверхности почвы. Семена не присыпаются. Вот, собственно говоря, весь посев. И следующий сорт называется Голубой аромат. Но здесь всего лишь вообще 5 семян. Очень мало. Я надеюсь на хорошую всхожесть. Так, насчет стратификации. Нужно ли семена лаванды промораживать, держать в холодильнике и все такое. Смотрите, я уже который год ее выращиваю. И заметила так. Если семена свежие, хорошего качества, лаванда прорастет и даже без заморозки, и без всякой либо стратификации. Поэтому после покупки я семена просто держу в холодильнике на дверце. Этого достаточно для хорошей всхожести, если при условии семена свежие. Если они не свежие, долго вы будете танцевать над ними, чтобы хоть что-то проросло. Поэтому я уже этим не заморачиваюсь. Хотя первые свои посевы я тоже и замораживала, и под снег высевала, и так далее. Ничего не изменится, если семена у вас старые. Вот, в принципе, весь посев. Теперь здесь у меня и пин, и я слегка забрызгиваю. Поэтому не мучайтесь. Здесь главное купить свежие семена. Но здесь уже как вам повезет. Теперь беру пленочку, закрываю и ставлю под лампы. И чтобы, конечно, для прорастания лаванды, лаванде тоже нужно тепло. На коврик ставить не буду, но просто под лампы этого будет достаточно. Как только семена проклюнутся, я сразу же присыплю песок, смешаю с торфом, и слегка-слегка присыплю семена. Это только когда они начнут проклювываться, не раньше. А так все пускай прорастает на цвету. Следующее растение – это амшанка шиловидная. Я впервые ее буду выращивать. У меня есть одна идея. И для ее осуществления мне нужна амшанка шиловидная. Итак, значит, приготовила тоже плошку. Дренажное отверстие, небольшой слой почвосмеси торф плюс биогумус. Нарезала борозды. Здесь три штуки. Этого будет достаточно. Семена амшанки очень пыльные, как, наверное, у лобели, если сравнивать. В блюдце насыпала немножко песка, потому что я ее буду смешивать с песком, чтобы более равномерно распределить в борозды семена, потому что очень-очень мелкие, прям пыль-пыль. Семена коричневого цвета я просто смешиваю с песочком и аккуратно, тонким слоем, буду засыпать в борозки. В принципе, высевается, как и камнеломка. Земля у меня пролита раствором алирина. Это биофунгицид. Семена амшанки тоже не присыпаются. Они прорастают на цвету, в тепле. Так. Вот таким образом. опять беру раствор и пина и сбрызгиваю. Ставлю также на стеллаж под биколорные лампы. Честно сказать, я не знаю, сколько будет сходить шамка. Буду смотреть. Также накрываю клеенкой и отправляю под лампы. Последнее, что я сегодня буду высевать, это томат декоративный балконное чудо. Здесь 5 семян. Вот все 5 я буду высевать. Решила не делить. Взяла небольшую емкость, насыпала почвосмесь, торф с биогумусом, пролила аллерином и буду сейчас высевать. Так. 4, 5. 4 семя хороших и одно прям какого-то черного цвета. Я не знаю, не видно, наверное, на видео. Посею, что теперь делать. Здесь я сделала небольшие такие углубления в земле для удобства. Все, их раскладываю на расстоянии. Беру торф смешанный с песком и слегка заделываю в почву. Небольшой слой. Семена очень мелкие, так как томат черри. Буду выращивать в кашпо для, знаете, раннего потребления, как сейчас модно говорить. Огурцы я не высеваю. Я их сеяла, знаю, что это такое. Я считаю, что огурцы бессмысленно выращивать. Это надо выращивать или штук 15-20, чтобы есть огурцы, а не просто, знаете, так их нюхать. По-одному, по-два срывать. Ни туда, ни сюда. С ними морока очень большая. Поэтому я уже их который год не высеваю дома. Я как-то обхожусь без огурцов. А вот томаты можно посеять для интереса, для красоты. Потому что они менее требовательны и к свету, и вообще к уходу. Потому что при выращивании этих растений в доме, в квартирных условиях минеральные удобрения, я считаю, что я их вообще не применяю. Тем более, их добавлять в овощи, это, по-моему, бессмысленно. На органике ну, растут хорошо, но вот огурцы, я же говорю, они очень требовательны. С помидорами проще. Накрываю прозрачной крышкой. Я сразу буду выставлять на свет и поставлю на обогреваемый рассадный коврик, чтобы они побыстрее у меня взошли. Уже будут, взойдут. Я дальше покажу на стадии двух настоящих листов. Я обязательно их буду пикировать. А у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Кто сеет отличных вам всходов, подписывайтесь на канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok